Недавно Порошенко удалось договориться и купить за свои деньги в Южной Корее огромную партию необходимых средств защиты для лечения короны. И это в условиях тотального дефицита во всем мире, когда даже израильский Моссад тоже решает вопрос обеспечения граждан своей страны дефицитными масками, тестами и прочим. Но мелкий, мстительный Грин Беня никак не может выделить деньги на самолет для доставки уже купленного. Стыд и позор бесчетное количество раз этому прохвосту, случайной попытки номер 6. А по 20 тысяч масочек и тестов, и то не тех, которые нужны, возил целым самолетом, чтобы только снять очередной видосик про себя, хотя их можно было в коробке привезти. Задолбал уже КВНчик Плинтусовый. Президент Голограмма. Вот так, когда квартальщина в голове, тогда разруха в государстве. Но Порошенко, как истинный гетьман и государев-человек, совершенно не обращает внимания на вой гиен, и все камни, которые в него кидают, он из них делает себе пьедестал и поднимается все выше и выше. Ведь президент по Конституции должен быть в гуще событий и, применяя свои полномочия, решать проблемы, которые возникли в стране. Такое это не про чумовую бубочку сказано. Как какое-то событие случается в стране, которое требует немедленных и решительных действий со стороны ЗИ, так воно внезапно испаряется. Вот, например, последнее событие, когда два идиота, нанятых ФСБшными агентами, намеренно и сознательно спалили 8 гектар заповедных земель в Житомирской области, плюс сгорели еще пять сел. Не считая 30 спаленных объектов, которые имели туристический интерес в зоне ЧАЭС, плюс много гектаров спаленной земли там же. В итоге гарь и радиация заволокла небо над половиной Украины, причиняя вред здоровью украинцев. Что бы сделал наш гетьман? Он немедленно создал бы штаб по тушению пожара и так далее. Что сделал этот корпоративный суслик? Свою семью отправил в Швецию, а сам записав очередное говно по ТВ, где хрипато-скрипучим голосом рассказал, что все пожары ликвидированы и, развернувшись на 180 градусов к Украине, естественно, жопой, рванул на свежеповитре в Буковель. Вот как можно ему верить? Он ведет себя, как на одесском привозе, когда хотят сбыть тухлую рыбу, расхваливая ее, выдавая ложь за действительность. А как же украинцы, спросите вы? Имею в виду нормальных людей. А шо мне, украинцы, огрызается Яни Лох? Мне бы в нору спрятаться, а вы хоть задушитесь там. Больно вы мне нужны. Между тем, Яценюк обратился к Яни Лоху с просьбой немедленно просить помощи у НАТО и ЕС по вопросу тушения пожаров. Представляете, Амигос, что оказывается пожары все разгораются, захватывая все новый и новый ареал поселения людей. А суслик, как всегда, на отдыхе дышит лесным воздухом. Семья вообще за границей, так что переживать нечего, жизнь удалась. Постскриптум первый. Сто процентов даю на то, что поджоги были устроены специально. Ну, во-первых, это уже доказано и без меня, так как одновременно начались в нескольких местах. Сверху это отлично видно. А во-вторых, после показа на наших телеэкранах фильма HBO про Чернобыль, иностранцы начали тысячами валить в нашу зону ЧАЭС. Если у нас в Украине нормально восприняли этот фильм, за исключением русскомирцев, конечно, то за поребриком этот сериал обхаяли так, как никогда. Ну, конечно, как можно плохо говорить о Совке или Раисе. О них, как о покойниках. Или хорошо, или ничего. Хотя на самом деле эта фраза звучит иначе. О покойниках или ничего, или правду. Но так как правда про Совок РФ очень страшная, поэтому мы придумали ложь и сказки про великую и справедливую, страшно духовную страну. Постскриптум 2. Амигос, не знаю как вам, а мне уже не до смеха. Вот вам пример разрушительной силы Селенной, когда во главе государства стоит великое ничто, дурак и бедоносец. И это уже три в одном флаконе. Зелье, которое выбрали нам это по приколу. Когда мозгов нет, то их не купишь. Нажаль.